Два игрока по очереди выписывают на доске натуральные числа, не превосходящие P. Правилами игры запрещается писать на доске делители уже выписанных чисел. Проигрывает игрок, который не сможет сделать очередной код. Вот, пункт А. Выясните, кто из игроков имеет выигрышную стратегию для P равного 10 и укажите ее. Пункт Б. Выясните, кто из игроков имеет выигрышную стратегию для P равного 1000. И уже не обязательно указывать. Да, и уже не обязательно указывать. Но докажем, что для любого П выигрышная стратегия имеет первый игрок. На доске нельзя выписывать делители уже написанных чисел. Теперь рассмотрим такой вариант. Первый игрок пишет первым своим кодом единицу на доске. И пусть тогда у второго игрока есть какая-то выигрышная стратегия. То есть решаем задачу методом от противного. Предположим, что второй игрок всегда умеет выигрывать при любой игре. Тогда он в том числе может выиграть, когда первый написал сначала единицу. Но он играет по какой-то выигрышной стратегии. И он что-то пишет. Какое-то число. Меньше или равно. А теперь, ну и дальше тоже играет по какой-то стратегии. На каждый ход первый у него есть какой-то ответ, который в конечном ходе приводит. И дальше первый должен начать с числа А. А теперь заметим, что первый может начать с числа А. И тогда у второго есть ровно те же варианты, что были у первого, когда была вот такая позиция. Почему? Потому что единицу он выписать не может, она является делителем числа А. Вот. А все остальные числа. Как было, так и будет, да. Как было, так и будет. Если нельзя было выписать, то что делится числа А. То есть теперь первый игрок... Играет по стратегии второго, как если бы он выписал единицу с самого начала. Поняли? Ребята, вообще, в математические задачи про игры, как ни странно, да, имеют не так много... Есть на симметрию. Еще что бывает. Когда реально разбираешься, какие ситуации выигрышные, какие проигрышные. То есть когда делаешь полный анализ игры. И вот это замечательный случай, когда вы не можете указать... Так, давайте про 10 не будем разбираться, ладно? Кому интересно, пусть сам копается. Это просто реально небольшое количество случаев. Вы помните, с чего там начинать? С какого числа? С четверки. А, то есть пишет первый игрок четверку. Ну и дальше надо разбирать варианты, что ему ответить, да? Так вот, ребят, смотрите. Эта ситуация для тысячи, наверное, мы не в состоянии просчитать, понять, с какого числа там начинать. Но это типичное доказательство от противного. Неявное. Мы не предъявляем выигрышную стратегию, но мы доказываем, что выигрышная стратегия у первого игрока есть.